Я на днях записала интервью с бывшим политехнологом, который работал на Кремль в 2021 году, который уехал из России. Не он, ты молодец. И он сейчас работает в медиахолдинге Михаила Ходорковского. Так вот, он решил рассказать всю подноготную, которую он за долгие годы работы видел и знал, что происходит в Кремле и что происходит на высших эшелонах власти, начиная от местных князьков, губернаторов, как выборы выигрываются, как отношения между ними строятся, и заканчивая непосредственно жителями Кремля, обитателями, в том числе он плотно с Медведевым работал. Но вот что он рассказывает? Что все повсеместно и все повально сидят на кокаине в Кремле. Более того, о Медведеве он сказал, что он не просто бухает, ну, потому что мы всегда обсуждаем, говорим, там, с бадуна, бедный спился, что же он такое? Он говорит, нет, там коктейль из кокаина и из водки. Рассказал, как, кстати, какие подарки друг другу дарят, там, те, у кого уже все есть. То есть они, ну, не знают, как уже еще, знаешь, там, вы... И, например, Медведеву отлили из чистого золота оленя, такого с рогами, золотого большого. Это намек? Или предложение. Ты ему на что-то намекали? Или предложение, да. Намек такой, ты олень, ты олень. Ну... Жена рога наставляет. Не, я думаю, просто олень. Ну, может, северный. Потом рассказал по поводу действий в Кремле, что, в общем-то, вот эта ступенька, карьерная лестница через одно место, как они, он говорит, называют это, баловаться под хвост, у них там повсеместно развито. Я же тебе говорил, что в Кремле все через жопу. Ты мне не верила. Ну, вот тебе подтверждение. Назвал фамилии, рассказал, как там все происходит. Ну, кто там балуется под хвост, расскажи. А это, пожалуйста, пусть наши зрители перейдут после того, как мы закончим, по ссылке, и посмотрят у нас на Ютубе и на моем Олеся Бацман, и на Дмитрия Гордона оно выложено, интервью с экс-политехнологом Кремля Ростиславом Мурзагуловым. Но я с тобой еще хочу дальше обсудить. То есть он говорит о том, что, в принципе, Кремль – это такой большой пылесос по высасыванию денег из людей, что там все завязано на бабках, что все идет через жуткие откаты, что они бухают, потому что они уже присыщены так, что с часу дня бутылку водки засадить и занюхать кокаином – это нормально. Они всю эту свою историю заливают тем, что себя нужно еще чем-то вот как-то взбодрить, поэтому жуткие оргии устраивают, кроме того, что, ну, там, вот, идейскую тему пробуют, но еще там со всякими летальными исходами часто оргии эти происходят. Летают? Ну, кто-то, кто-то долетает прямо сразу туда или наоборот, это уж кто как жил, не знаю. Ну, тем не менее, да, он рассказывал о том, что там находят жриц любви с перерезанными горлами после некоторых таких оргий. Ну, вот такие слухи ходят, и он об этом говорил. То есть, ты понимаешь, ну, какая-то чистая, вот, когда интервью послушаешь, это какая-то чистая Содом и Гамора, это какое-то вот такое, ну, какое-то проклятое место, где люди, вот, которые все это сейчас затеяли, это же они ведут войну против Украины, это они этот геноцид осуществляют. Они просто, ну, вот, моральные, ментальные уроды. Он рассказал о фургонах налички, которую в Кремль завозят, ну, олигархи путинские, чтобы платить зарплату тем, кто там работает. А, многоженство, говорит, вообще это такая тема, которая, ну, так, у кого нет нескольких жен, у каждой из жены там прислуга, дворцы какие-то, квартиры роскошные, дети. Это тоже нормально у них. Дима, что ты заслушался и завис? Будем завидовать. Олеся, я думаю, что, конечно, они же когда-то тоже были более-менее нормальными людьми, пока не влипли бы все это говно и не стали сами частью этого говна. Поэтому, чтобы уходить от реальности, нужны какие-то средства. Вот все, что ты перечислила, это всего лишь средства ухода от реальности, чтобы как-то забыться, уколоться и забыться. Как Высоцкий пел, и нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. На дне колодца они уже находятся. Давно. Говно. Вот, и поэтому им... Им остается и нюхать, и женщины, мужчины, и так далее, и все вперемешку, и оргии. Ну, слушай, незавидна их участь. Я тебе одно скажу, они все плохо закончат. Кто-то, может, спасется чудом каким-то. Так бывает. Кто-то чудом спасается. Ну, аналогия. Давай историю посмотрим. В гитлеровском рейхе спасся кто-то? Да, спасся. Мюллер спасся, судя по всему. Он тот же Паулюс, фельдмаршал, посидел у нас в плену, потом в ГДР приехал, у него прислуга была, дом свой умер рано, правда. Вот. Ну, какие-то индивидуумы спасутся. Остальные все лопатой под жопу и в печь. Шутка. Не в печь. На процесс. В ГААГУ. Угу. Ну, пока что на процессе, например, Владимир Карамурза, которому... Это ужас. ...дали вчера 25 лет. Да, это ужас. Это ужас. Человеку за иные взгляды в путинской, фашистской, нацистской России дают 25 лет тюрьмы. Они его травили до смерти, не удалось. Они ему 25 лет тюрьмы дали. А посмотри, что вообще в мире поднялось. Люди, ну, правительства западных стран возмутились. Ну, им все до одного места. Опять-таки, Карамурзу освободит только украинская армия, победив Россию на поле боя. Вот всех. От Навального и Саакашвили до Карамурзы Ильяшина освободит украинскую армию. Да, и по Навальному его соратники, вот сейчас буквально каждый день новости оттуда идут, они говорят о том, что его начали травить в тюрьме. А сейчас, сегодня, они опубликовали пост о том, что ему там еще одну статью пытаются по нему применить, чтобы продлить его срок в итоге. Потому что в камеру какого-то бомжа к нему подселили, с которым там, ну... Плохо пахнущим, да. Да, он невозможно находиться. И, в общем, ну, там просто, ну... Ну, издеваются. Издеваются, да, да, пытают. 12 066 зрителей нас смотрят. Олеся, поздравляю тебя. Это успех. Все они пришли только ради того, чтобы посмотреть на твои губы и на твое декольте, о чем все пишут. Вот я смотрю комментарии. Вот. И я... Посмотреть на мою губу и мое декольте, но послушать твои речи умные. Нет, да, какие речи, уже их не слышишь, когда смотришь. Поэтому я плюс один к этим людям тоже. В этом заключалась задумка. Лишь бы не загвоздка. Нет. К украинским новостям. Алексей Резников на днях дал интервью зарубежному изданию. Это испанская Лара Зон. И сказал о том, что... Вот я цитирую. У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне, но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции. Ну, конечно, после этих слов они не остались незамеченными в Украине, в первую очередь. И после этих слов, конечно же, поднялась волна критики, возмущения в сторону министра обороны. И он после этого извинился за эти свои слова. Олесь, честно, у меня нет комментариев, нет слов никаких. Я не знаю, что с Алексеем происходит, учитывая то, что он говорит, как он себя ведет, какие он комментарии дает про этих воров в Министерстве обороны, которые разворовывали яйца, продукты, технику военную про погибших наших. Я не знаю. Я слушаю его, я не понимаю, что с ним. Это другой человек. Это не тот человек, которого мы с тобой знали. Я не знаю, что с ним случилось. Может, он почву под ногами потерял. Я не понимаю, что с ним происходит. Мне очень стыдно. Говорит он, а стыдно мне. Но я даже не хочу комментировать. Это мне неудобно. Идем к новостям в Великобритании. Там премьер-министр Великобритании Риши Сунак попал под парламентское расследование. Написала Гардиан, процедура была запущена 13 апреля. Расследование начатое из-за его супруги, которая имеет долю в одной из компаний, которая занимается детскими садами. И вот там сейчас расследование идет по поводу того, насколько, ну, типа, эта компания имела преференции благодаря Сунаку или не имела. Ну, вот какое-то у них там подозрение. Но, в принципе, ты знаешь, вот с точки зрения, с точки зрения того, что, смотри, вот Риши Сунак, абсолютнейший верный друг Украины и лоббист того, что Украине нужно помогать. И Великобритания делает, вот наряду с Америкой, ну, это наши два главных локомотива, да, которые, собственно говоря, куют с нами нашу победу. Так вот, на фоне того, что вот против него расследование, а ты же понимаешь, что противники, которые есть в Великобритании, такой помощи Украине будут использовать это расследование, чтобы историю, которая сейчас номер один в мире, с Украиной пытаться решать не так, как нужно. Против Джонсона, Бориса Джонсона, супердруга Украины, который в решающий переломный момент, когда широкомасштабное вторжение началось, вот так себя повел, и благодаря его позиции, позиции Байдена, собственно говоря, Украина выстояла, да, кроме еще украинской армии, благодаря нашей помощи, нашим партнерам. Так вот, против Джонсона тоже идет расследование, причем там за вечеринку во время ковида. Ну, ты помнишь, там оно еще продолжается и до сих пор продолжается. Опять же, противники пытаются это использовать вот как для того, чтобы сказать, то есть дискредитировать позицию людей, против которых идут расследования, но дискредитировать их поддержку и помощь Украине в глазах великобританского общества. Олесь, я очень хорошо отношусь к Риши Сунаку, или Сунаку, как правильно говорить. Он показал на деле приверженность дружбе с Украиной, приверженность победе Украины над фашистской Россией. Ну, ты понимаешь, какая проклятая, в кавычках, штука демократия. Вот в западных странах она доведена до такого совершенства, что вот если ты как Джонсон в ковид провел вечеринку, все, если там министр где-то проехал на служебной машине, на рынок за продуктами своей семьи, все. Нашей любимой Украине надо очень сильно учиться у западных стран в борьбе с коррупцией. А у нас в Министерстве обороны завышенные цены во время войны, подчеркну, на продукты. И министр говорит, это не то, что вы подумали. А что тут думать? Тут и думать не надо. Что тут думать? Наливай да пей.